Всем привет, ребята, добро пожаловать в этом обвитии канала снова. Меня зовут Юля, и я дико извиняюсь, что так долго не записывала видео. Ощущение, что не записывала видео, наверное, месяца два, а не недели всего лишь. Ну вот, я вернулась, и давайте теперь, наконец-то, будем говорить о косметике снова. В этом видео я хотела бы поговорить с вами о косметике за этот месяц, что мне понравилось, но в основном будем говорить о том, что мне понравилось, скорее всего. Итак, первое, с чем я хочу начать, это будет палетка от Charlotte Tilbury. Я, наверное, говорила о ней в одном из видео. Это та палетка, которую я пользуюсь, когда, знаете, я не знаю, что сделать на своем лице. Вот когда я не знаю, какой макияж я хочу сделать, в каком настроении я беру эту палетку, и я знаю, что у меня получится все шикарно. Без преувеличения, это та палетка, которая хороша и впервые в мир, потому что вы можете сделать с ней как такой легкий дневной макияж, так и что-то более активное, более вечернее, как мне кажется. На самом деле, мне в этой палетке нравится очень сильно цветовая гамма теней. Она здесь на пятерку. И, конечно, нельзя не сказать о вот этих больших рефилах в этой палетке, а именно бронзер и пудра. Вот, мне они тоже очень-очень понравились. Такой легкий цвет бронзера, который подойдет всем. Халатер также здесь, он идеальный, потому что он не слишком блестящий, не слишком он просто выглядит, я бы сказала так. То есть он действительно очень-очень интересно раскрывается на коже, хоть в нем нет большого количества блесток. Да, то есть это, в принципе, Шелла Тилбери, она знает, как сделать такую палетку, которая, в общем, подойдет всем. И я ей очень-очень довольна. Мне кажется, это одна из самых хороших покупок за прошлый месяц, которой я пользуюсь и по сей день. У меня вопрос, ребят, к вам. Кто вообще не выбрасывает упаковки от косметики? Кто хранит косметику с упаковкой, в которой она приехала к вам? Мне очень интересно, потому что иногда вот есть такие упаковки, которые вот рука не поднимается выкинуть, правильно же? Мне кажется, я одна из тех девушек, кто это делает. Палетка не дешевая, но зато вы получаете в ней все, что вам нужно вообще для создания такого хорошего, естественного макияжа. Кстати, если вам интересно, сегодня я использовала для своего макияжа палетку от Colourpop, которая называется у нас That's Taup. На днях я зашла в Алту и просто не смогла пройти мимо этой палетки. Я ни разу в жизни ее не использовала. И я, когда увидела цветовую гамму в Алте, я поняла, что это то, что я хочу. И мне кажется, эта цветовая гамма, она очень-очень похожа на Наташу Динону и ее серую палетку Glam Palette. Вот, и это очень-очень похожая цветовая гамма. Качество очень хорошее, особенно вот эти блески, которые я нанесла вот сюда, в эту часть глаза. Шикарно смотрится, хоть я зашевывала где-то минут 20 самый темный оттенок. Я почему-то решила не смотреть туториал и просто самой как-то сделать макияж. И, в общем, самый темный оттенок в этой палетке, он немножко капризный. Это нужно знать, а так палетка, мне кажется, очень-очень шикарна. Далее, давайте посмотрим на новый запуск от Huda Beauty. Она вышла у нас с ее румянами, которые можно использовать и как халайтер. В таком очень интересном, доохромном оттенке. Изначально, как я уже говорила в своем видео, я не думала, что это будет такой прям активный-активный халайтер. И, на самом деле, это так, это хороший халайтер. Очень много кто рассказывал об этом продукте, сказали, что он, да, прикольный продукт. Никто не сказал о том, что он смотрится неестественно. Мне кажется, я одна из тех, кто говорит такие слова. Но, в общем, почему-то халайтер это даже не показывается на камеру. В общем, он смотрится невероятно неестественно. Не тот халайтер, ну, или румяна, который я хочу использовать каждый день для естественного макияжа. Но иногда, когда я наношу этот продукт в качестве и халайтера, и румян, он смотрится хорошо. Просто это даст такой блеск, который не понравится каждому для ежедневного использования. Пустим, сейчас я хочу нанести на свои щечки это, и вы видите, наверное, что сразу макияж меняется в другую сторону, он становится каким-то более космическим. Кстати, ребят, если вы заметили, моя растушевка сегодня, она оставляет желать лучшего, она нехорошо смотрится, это я знаю, поэтому не нужно мне в комментариях, пожалуйста, типа, Юля, ты не умеешь краситься. Я пыталась сделать так, чтобы растушевка стала выглядеть нормально, здорово, но нет, мне кажется, с растушевкой сегодня у меня не получилось сделать хороший макияж. Ну, в общем, вы поняли, да, что эти румяна, они хороши, но для какого-то особенного события, которое может быть, например, вечеринкой в бассейне, что-то вроде того, мне кажется, на вечеринку в бассейне этот продукт, он идеально подойдет. И дальше я взяла также ее, по-моему, это хайлайтер, да, это хайлайтер в гелевой текстуре, популярный оттенок, если я не ошибаюсь, называется он у нас Луна. И я не могу сказать, что я использую продукт этот каждый день, нет, мне кажется, это все потому, что он гелевый. Я, наверное, если у меня есть выбор использовать вот такой продукт гелевый или использовать, например, жидкий или пудровый, я выберу либо пудровый, либо жидкий, потому что гелевый все-таки, ну, к нему нужен особый подход, такая текстура, она может очень легко, я бы сказала, сделать так, чтобы ваш макияж не будет выглядеть красиво под слоем этого гелевого хайлайтера, вот. Хороший продукт, но я не могу сказать, что я использую его на полную катушку, просто потому что это, наверное, ну, не прям самая моя любимая текстура, когда дело касается гелевого хайлайтера. Ну, а так, в принципе, я обожаю коллекционировать все от Hodo Beauty, я хочу построить коллекцию продуктов от Hodo Beauty, поэтому, наверное, я не разочарована, что я купила это. Но если вы спросите меня, является ли продукт этот каким-то уникальным, да, является, но, однако, он не является таким уникальным, как, например, коллекция от Jaclyn Hill, которую я также недавно покупала. И самыми главными компонентами коллекции от Jaclyn Hill были хайлайтеры, она обожает хайлайтеры, она королева хайлайтеров. Я взяла три хайлайтера, два оттенка в гелевой текстуре и также один оттенок вот в таком жидком формате. Что я могу сказать? Мне определенно до сих пор нравится больше всех оттенок Star Power. Оттенок Star Power это тот самый оттенок, который подойдет к любому макияжу и он гораздо более мягче по ощущениям, когда я дотрагиваюсь до него, чем хайлайтер от Hodo Beauty. Хайлайтер от Hodo Beauty может твердеть со временем, а этот он постоянно какой-то, я не знаю, супер мягкий и очень-очень блестящий. Вот здесь вот он посередине, посмотрите на это сияние, это смотрится очень-очень красиво и, конечно, его можно нанести слишком много на щеки, вот этого я всегда боюсь. Я всегда немножко-немножко пытаюсь его нанести пальцем на щеки, чтобы не было прям чересчур блестящее лицо. Мне кажется, на какую-нибудь вечеринку, опять же, хайлайтер этот будет идеальным и другой оттенок Star Power мне не прям так зашел, как я это думала, как я предполагала, потому что он чуть более бронзовый. Я люблю бронзовый хайлайтер, но именно этот он ощущается, знаете, как бронзер, я бы сказала так вот, что-то вот такое я вижу, когда наношу его на щеки или даже на руку, когда сочи. В общем, он хороший по качеству, очень блестящий, сразу видно будет за километр, но просто мне нравится, наверное, больше оттенок Glazed Out. Далее, я не обращу любителей жидких хайлайтеров, иногда я найду какую-нибудь классную формулу, я буду им пользоваться, но всегда почему-то моя рука тянется именно к пудровым, к классике. И поэтому я не могу сказать, что я использую каждый день этот хайлайтер жидкий от Jaclyn Hill, я использую его скорее, когда у меня есть больше времени сделать макияж, это экстра время, тогда да. И этот жидкий хайлайтер я взяла в оттенке Lightning, молния, он прикольный, он дает очень красивый блеск и мне кажется, он даже немножко мокрый блеск такой, скорее всего, да. Возможно, он чересчур белый для меня, он невероятно пигментированный и, опять же, потому что это жидкий хайлайтер, нужно быть аккуратным, чтобы он не сделал так, чтобы все ваши слои макияжа, они все разошлись, вот. Красивый хайлайтер, но, опять же, к нему нужен подход, мне кажется, если вы ни разу не пользуетесь жидкими хайлайтерами, то нужно будет, ну, немножко как научиться им пользоваться, такой текстурой я имею в виду, потому что даже я иногда использую жидкий хайлайтер, я такая, блин, лучше бы я использовала какой-нибудь, ну, обычный пудровый. Ну, со жидкими хайлайтерами требуется обычно время, чтобы нанести, вырастушевать и так далее. Да, это хороший хайлайтер, но просто не для меня, не моя текстура. И последнее, что я купила из коллекции Jaclyn Hill, ее бронзер, который, к сожалению, оказался немного светловатым для меня. Вот, я не знаю, почему у меня с бронзерами всегда такая беда, что либо я покупаю слишком светлые оттенки, либо я покупаю слишком темные для себя. И, на самом деле, в этом месяце у меня так и получилось, сейчас мы поговорим еще об Анастасии Баверли-Хиллз. В общем, этот бронзер, он хорош, мне кажется, он даже лучше, чем бронзер у Анастасии, потому что этот хотя бы видно на моем лице. Он не сливается с моей кожей, и это здорово, потому что бронзер, он в принципе должен быть виден, потому что вы как бы затемняете лицо, вы хотите выделить лицо, чтобы у вас были видны эти скулы. И этот бронзер у Jaclyn Hill в оттенке Naked определенно не дает мне такого видимого эффекта лифтинга, когда дело касается макияжа. То есть, не могу сказать, что мои скулы выглядят более выделенными. Этот бронзер, конечно, не даст мне глобального результата, но он хорош на дни, когда я, например, хочу естественный макияж. Формула, она хороша, слава богу, что он не сливается с моей кожей очень сильно, как это делает другой бронзер, о котором мы поговорим чуть позже. В принципе, хороший продукт, он может затвердевать, если вы не пользуетесь им очень долго. И вот так выглядит оттенок, не самый удачный, 100%, но он мягкий, и он похож, на самом деле, по текстуре, как бронзер от NARS, что мне очень нравится. Опять же, это не самый плохой продукт, просто у меня есть бронзеры получше, которые мне нравятся гораздо больше. Можно видеть, что он такой достаточно теплый, это факт. Далее, давайте поговорим о новой коллекции от Анастасии Беверли Хиллз, которую я также прикупила в прошлом месяце. И на самом деле, из коллекции Анастасии Беверли Хиллз мне понравилось почти все. И первое, что мне понравилось, это определенно румяна и хайлайтер в стике. Эти румяна я взяла в двух оттенках Pink Dahlia и Peachy King, персиковый и розовый, и также один хайлайтер в оттенке Pink Diamond. На самом деле, там большое количество выбора хайлайтеров на ее сайте и на Cifolia уже также. Но, в общем, я решила взять самый такой светлый хайлайтер. Он хороший, мне кажется, он очень даже похож, очень-очень похож на хайлайтер от Jaclyn Hill. Он такой же, как белесый, и смотрится он действительно блестящим, сияющим, то, что нужно. Дает какой-то такой интересный блеск, действительно может ослепить своим сиянием, совсем чуть-чуть его нанести, и все, ваш образ уже готов. Вы выглядите гораздо более секси, я бы сказала так. Красивый, хороший хайлайтер, хорошая формула, он держится очень долго также, что мне нравится. Что тоже круто, что можно редактировать степень сияния этого хайлайтера. И насчет румян, румяна мне понравились. Я бы не сказала, что румяна прям очень-очень пигментированы, то есть среднепигментированы. И все, наверное, это потому, что румяна сделаны в Корее, как и все в этой коллекции от Анастасии Бабрали Хиллз. И знаете, что каждый раз после нанесения этих румян в стике на лицо, я ловлю себя на мысль, что я хочу использовать какие-нибудь пудровые румяны, потому что мне недостаточно пигмента, просто-напросто мне его недостаточно. И мне хочется, чтобы у меня было больше румянца на лице, потому что что? Эти румяна не такие пигментированные. Определенно из двух оттенков мне больше понравился оттенок Pink Dahlia, тот самый Pink... Pink... Розовый оттенок, он очень-очень красиво смотрится на лице. У меня, кстати, он сегодня есть на моем лице. И мне он нравится больше, чем Peachykin персиковый, потому что персиковый оттенок Peachykin, он не так выделяется на лице, как Pink Dahlia розовый оттенок. Поэтому, определенно, розовый оттенок, он чуть поинтереснее смотрится на лице, потому что этот оттенок, он может очень легко затеряться на вашем лице, особенно, если, например, загорелая девушка. Поэтому, да, с румянами и халатерами из этой коллекции нам понятно. Далее, мое разочарование в этой коллекции, это, определенно, бронзер от Анастасии Beverly Hills. Я взяла его в оттенке Sun Kissed. Я думала, что я возьму такой оттенок, который не будет слишком светлым, слишком темным, слишком теплым. Нет. Оказалось, я не права, потому что этот оттенок очень землистый. Вот, я бы сказала так. Очень нравится мне тот факт, что только дотронусь я до этого продукта, сразу же он тает в моих пальцах, под моими пальцами. Очень легкий по своей текстуре продукт, очень хорошая формула. Он ложится очень легко, он распределяется тоже хорошо. Единственное, что не засохнет у вас, скорее всего, в пудровую форму. Он подсохнет, но он не будет прям пудровым-пудровым. Это нужно иметь в виду. Также другой момент, который мне не понравился в этом бронзере, это то, что он сливается с моей кожей очень и очень сильно. Например, как сегодня, я использовала новую для себя основу от Maybelline Matte & Poreless в оттенке Tau 28 Warm Nude. И это чрезвычайно рыжий какой-то такой желтоватый оттенок. Я к такому не привыкла, конечно. Смотрится он хорошо, но, конечно, когда я загорела, он вот тогда будет хорошо смотреться. И когда я нанесла бронзер, он просто потерялся, он исчез на его лица после нанесения тонального средства с таким очень теплым подтоном. И, в общем, вот таким образом выглядит наш бронзер от Anastasia Beverly Hills. Можно видеть, что он смотрится не прям самым лучшим образом, как мне кажется. Это не самый мой любимый бронзер в моей коллекции 100%. Далее. Естественно, мы не можем забыть о новых хайлайтерах от Dior. Я взяла два оттенка. Первый оттенок называется у меня Pink Glow. И также я взяла оттенок, который называется Pearl Sand Glow. Если бы честно, сегодня я использовала хайлайтер в оттенке Pearl Sand Glow. Мне кажется, он реально уникален. Он уникален. И я использую его, скорее всего, чаще для съемок. Или когда мы куда-то идем, ну не знаю, там на ужин, например. В повседневной жизни я такое все-таки не так часто использую. Потому что, понятное дело, это невероятно, ну такой прям ух, оттенок очень сияющий, да? Упаковка бомбическая. Я просто, знаете, держу их у себя на столике, чтобы смотреть на эту упаковку, потому что она красивая. Это факт. Это Dior, и они знают, как сделать упаковку классной. Далее. Оттенок Pink Glow. Я использую его чаще. Я использую его в большинстве своем на повседневную носку. Когда мне хочется такого, ну я не знаю, немного блеска, но не прям сильно большого сияния на лице, понимаете? Эти хайлайтеры, особенно вот этот Pink Glow, он не дает вам такого беззубного сияния, как, например, хайлайтера от Jaclyn Hill. Нет. Как раз-таки Pink Glow это вот тот хайлайтер, который сложно заметить на щеках. Вот сложно, на скулах я имею в виду. Не так легко, как белесый хайлайтер в оттенке Pearl Sun Glow. Но, однако, мне кажется, именно Pink Glow это тот самый идеальный оттенок для тех, кто боится иногда использовать большое количество косметики и хочет выглядеть, знаете, естественно, натурально и так далее. Я не знаю, я ни разу не пробовала ничего от Dior вот в такой ценовой категории, но я не могу сказать, что я прям такая вау, знаете, я не знаю. Это странно, вроде как, ну это Dior, я должна тут вся быть в восторге, но это хороший продукт, определенно, да. Просто, мне кажется, это не так впечатлило меня, как я надеялась на это. Хорошая формула, определенно, у них, это факт, но мне кажется, что за исключением белесого хайлайтера, все остальные, они дадут, скорее всего, вам такой естественный блеск. Вот это такое мое мнение. Очень сильно понравилась основа от Tom Ford, ее покупала в магазине со скидками, я делала видео на эту тему. И, в общем, этот тон, если покупать в Sephora, его стоит 80 долларов. Я купила его за, по-моему, долларов 40 или 35, это вроде того. Шикарный тон. Хоть здесь и написано, что это матовый тон, он не совсем матовый, нет, он такой немножко сияющий, я бы сказала так. Упаковка не чувствуется люксом. Нет, 100% это пластик, это не Tom Ford, понимаете, бронзер от Tom Ford, который я также там купила, он чувствуется определенно таким люксовым продуктом, упаковка, все круто, да, вот это, это чувствуется люксом. Сегодня, кстати, немножко использовала этого бронзера на щеках, чтобы показать мои скулы, вот. Мне кажется, он неплохо смотрится, но он немножко оранжевит, это 100%. Насчет этого тона от Tom Ford, каждый раз, когда я пользуюсь этим тоном, я вижу, что моя кожа преображается, как будто бы она у меня под фильтром, как будто бы все какие-то непонятные прыщики, воспаления, я не знаю, краснота кожи, она уходит. Все так красиво смотрится, я ни разу не испытывала такого чувства, когда я наносила основу на свою кожу, очень-очень нравится, как это делает мою кожу такой ухоженной, красивой, дороговыглядящей, в общем, все в этом роде. Кстати, у этого тона есть очень такой интересный аромат, он пахнет, для меня он пахнет люксом, для меня он люксом пахнет, но я смотрела видео Бритни Кларк, и она говорит, что он пахнет лавандой. Я не знаю, мне лаванда здесь не слышится моим носом, но пахнет он очень шикарно, дорого, но в плане упаковки, нет, это не чувствуется каким-то люксовым элементом, поэтому, да, это такие мысли мои. Кстати, на днях я купила, знаете что, новый продукт от Makeup by Mario, и в общем, как получилось, я зашла в новую Sephora, которая открылась у нас в Тампе, и я вдруг поняла, что я хочу все-таки что-то в стике себе. Я до сих пор еще не распаковала это, потому что, скорее всего, я точно знаю, что оттенок, он будет слишком темным для меня. Я взяла оттенок Medium, и оттенок Medium, насколько я помню, я смотрела видео другой девушки, американки, и она купила оттенок Light Medium, она говорит, что Light Medium просто вообще пушка. Мне кажется, Medium будет слишком для меня темным. Давайте же посмотрим, откроем его. Возможно, мне кажется, это будет слишком темным, не так ли для меня? Какое ваше мнение, ребят, оставляем его или возвращаем? Мне кажется, я уже вижу, что это будет темноватым для меня, поэтому, наверное, я все-таки верну и возьму Light Medium. Вот 100%, в тот раз, когда я пошла в Sephora, он мне был удачным, потому что я хотела купить кисточку для нанесения кремовых румян и бронзера. Я просто была уверена, что это та кисть, но нет, эта кисть, она не такая плотная, как я этого хотела, поэтому это тоже возвращается в магазин, и я взяла кисть под номером 190, Chick Hagen Bronzer Brush, то есть она больше как для бронзера, тогда как кисть, которую я хотела, она, ну, плотная, как, типа, кисть от Rare Beauty, что-то вроде того. Поэтому, как можно верить, уже третья моя попытка найти свой идеальный бронзер, она провалилась. Я также, наконец-то, купила что-то из драгстора, из бюджетной косметики, это халайтер от Wet n Wild. Я взяла в оттенке Blossom Glow, я слышала очень много хорошего об этом халайтере, люди говорят, что это тот халайтер, который вообще супер-люксово смотрится на коже, типа, за 3 доллара всего лишь берите, покупайте. И я скажу, что это халайтер, который выглядит красиво, но он не выглядит прям, знаете, о боже, вау, мне кажется. Он, я не знаю, он очень белёсый, опять же, почему-то иногда он белёсый, окей, он белёсый, и плюс ко всему, он дуахромит ещё немножко совсем малость, мне кажется, этого не видно здесь. Он красиво смотрится на коже, но он не такой, я бы сказала, гладкий, как, например, халайтер от Dior или от Charlotte Tilbury. Хороший халайтер, да, определённо, но слишком белёсый, поэтому мне кажется, это видео не фавориты и любимчики, а уже как не фавориты, и что мне не понравилось, и так далее. В общем, в таком стиле на сегодня видео будет, я так понимаю. Также я купила недавно набор от Sephora, большое количество разных интересных компонентов, которые стоят не так дорого, как если бы покупали бы это всё отдельно. И первое, что я пока что начала только использовать из этого набора, это спрей от Charlotte Tilbury, я слышала о нём очень-очень много всего хорошего, я очень много слышала о том, что этот спрей, он нереально хорошо фиксирует макияж, и я поймала себя на мысли также, что каждый раз, когда я куда-то иду гулять, там, на ужин и так далее, я должна использовать этот спрей, потому что использование этого спрея даёт мне уверенность в том, что мой макияж не потечёт определённо, это мой must-have, и я думаю, что я в скором времени куплю полный размер, потому что меня он устраивает, наверное, даже пока больше, чем мой тоже любимый спрей от Urban Decay, вот, он тоже очень хорош, но в этом, мне кажется, не так много спирта, как в спреи от Urban Decay. Я хотела рассказать вам об этой палетке от Artist Couture, которая называется у нас Supreme Bronze, я ей пользовалась очень-очень часто, почти каждый день, если я использую какую-нибудь палетку, и я понимаю, что в какой-нибудь палетке, которую я использую, нет идеальных традиционных оттенков, то я беру именно эту палетку, потому что в ней есть всё, начиная от лёгких таких традиционных оттенков, да, так и заканчивая такими хорошими, насыщенными, коричневыми оттенками, ну и, конечно, жёлтые и оранжевые оттенки для большей оригинальности. На самом деле, палетка хорошая, и шиммеры в ней хорошие, но не прям, знаете, такие супер пигментированные, как, например, шиммеры в других палетках, которые у меня есть, они хорошие, но не прям вау, я бы описала это так. И да, ребят, вот такое у нас сегодня было коротенькое информативное видео, в котором я рассказала вам о том, что мне нравится использовать в данный момент, что является моими фаворитами, а что не очень. И надеюсь, вам это понравилось, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео, лайки очень хорошо продвигают канал на ютубе, поэтому будет очень приятно, если вы это сделаете. И я очень надеюсь, что это видео вам очень помогло в том или ином смысле. На этом я буду заканчивать свои видео, спасибо большое за просмотр и желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и больше идеальных дней, когда у вас получается хороший макияж. Ваша Юля, прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok